сегодня мы поговорим о том почему одиночество может быть полезным и почему каждому из нас иногда необходимо проводить время с самим собой я все чаще замечаю что люди боятся быть наедине с самим собой потому что боятся почувствовать себя одинокими когда мы чувствуем какие-то негативные эмоции мы ищем компанию других людей чтобы получить поддержку но очень важный навык жизни это как раз таки полюбить время провождения самим собой чувство одиночества может появиться у нас при разных обстоятельствах и ситуациях например когда мы переезжаем в другой город или страну и где нет наших друзей и близких или же на выходных когда все заняты своими делами эти и другие ситуации могут вызвать чувство одиночества которое может быть как временным так и затянуться на какое-то более длительное время и я считаю что самое главное в этой ситуации это пересмотреть то как мы смотрим на одиночество найти в этом плюсы и понять для чего нам это нужно какой-то момент может показаться что мы одни единственные кто испытывает эти чувства но на самом деле это не так и каждый человек с этим сталкивается мы живем сейчас такое время где обществом воспринимается что мы всегда должны быть в окружении других людей и быть одному это как-то неправильно но я заметила что убегание от своей собственной компании и поиск счастья снаружи в других людях может нас делать зависимыми от них сейчас я нахожусь на том этапе своей жизни где большую часть времени я провожу сама я заметила что на самом деле это помогло мне улучшить мое ментальное здоровье и эмоциональную устойчивость ведь одиночество это не только отсутствие других людей в нашем окружении это также время когда мы погружаемся в свои мысли чувства и интересы и в этом как раз таки и заключаются главные плюсы одиночества потому что это время для самопознания и внутреннего роста когда мы находимся в одиночестве мы можем лучше понять самих себя обдумать свои желания цели и принять более взвешенные решения без отвлекающих факторов мы можем глубже погрузиться в наш внутренний мир и получить более глубокое понимание кто мы и чего мы действительно хотим моменты нахождения самим собой мы позволяем прожить себе а не убегать от негативных эмоций и это позволяет нам лучше понять причины их появления нам всем нужно научиться быть самому себе своим лучшим другом и помнить что быть одному это не значит быть одиноким но чтобы нам нравилось проводить время в своем собственном окружении нужно понять как правильно это делать каждый день нам необходимо отключаться от внешнего шума чтобы погрузиться в себя и лучше услышать свои мысли находясь дома одни мы всячески пытаемся себя отвлечь и включить чтобы что-то играло на фоне мы включаем сериалы слушаем музыку залазим в социальные сети чтобы как-то получить этот быстрый дофамин который только мешает наши концентрации самое ужасное что вы можете сделать в свой выходной день это потратить его впустую на пролистывание социальных сетей играя в компьютерные игры или же смотря весь день сериалы потому что конечно вы будете чувствовать себя плохо вместо этого выйдите на улицу прогуляйтесь начните сами ходить в кафе какие-то заведения тогда вы заметите что можете делать эти вещи самостоятельно и вам не нужна компания других людей я считаю что настоящий личностный рост происходит в те моменты когда мы находимся на едине с самим собой это то время когда мы находим ясность понимаем себя на более глубоком уровне и понимаем себя по-новому так что не бойтесь проводить время в одиночестве самое главное знать как правильно его использовать и тогда вы заметите что такое казалось бы негативное качество может действительно улучшить вашу жизнь